Более 900 лет православный мир почитает святителя Николая Чудотворца, который всегда считается покровителем всех, кто испытывает житейские трудности. Кроме посвященных ему двух дней в году, на богослужении Русская Церковь часто поминает святого и в другие дни недели. Что же касается народного календаря, в котором его нарекли зимним и летним Николаем, настоятель Покровского храма Силакогольник пояснил следующее. Есть такое поверье, что есть зимний святитель Николай, потому что он в Митре, и есть летний Николай, потому что он без Митре. Это совершенно неправильное представление, потому что святитель Николай один. Мы отмечаем рождение святителя Николая, мы погребение отмечаем его, смерть и прославление. И мы отмечаем перенесение мощей святителя Николая из Мирлики и Убар. И по сей день молитвы к нему не умолкают, хотя он жил там несколько сот лет назад, потому что он и в наше время является таким помощником. По легенде Николай Чудотворец жил в Малой Азии в IV веке. Церковное предание хранит множество свидетельств не только чудес, совершенных им, но и его необычайное милосердие к людям. Именно поэтому очень много возведено храмов и церквей, названных в его честь, а также родители называют своих детей его именем. Хотелось бы пожелать всем нашим православным христианам, чтобы на ихней почве возросли такие семена, как семена любви, веры, надежды, смирения, милосердия. Потому что такими добродетелями мы сможем победить то зло, которое нас пытаются совратить с того пути, о котором Господь говорил. Также в этот день прихожане поздравили отца Николая с юбилейной датой. Много теплых слов было сказано в его адрес, так как с момента назначения настоятелем храма была проведена масштабная работа по капитальному ремонту и реконструкции веренного ему объекта. Первые сведения о Покровской церкви селении Когольник датируются 1750 годом. За это время она претерпела разрушения и восстановления. С приходом отца Николая в 2010 году в нее вдохнули новую жизнь. Восстановление оно заключалось в том, чтобы старые строения нужно было демонтировать, потому что они находились в аварийном состоянии. И на их месте возвести новые качественные строения. На все это ушло мало-немало, 5-7 лет где-то примерно. Работы были произведены объемные. Здесь мы все поменяли. Не только электрику, но и отопление. Мы поменяли кровли, мы подлили фундаменты. Потому что центральная часть, она все-таки осталась. Она с 2014 года. И она просела, фундамента практически не было. Цокольная часть начала разрушаться. Ее нужно было укрепить, ее нужно было заармировать, ее нужно было подлить под низ. У нас ушло несколько десятков кубов бетона для того, чтобы все это укрепить, чтобы здание не разрушалось. О людях, которые внесли свой вклад в реконструкцию церкви, помнят и по сей день. Ведь благодаря ее восстановлению когольничане зажили по-новому. После ремонта храма на въезде в село был установлен и поклонный крест, которого по размеру и исполнению не найти в Ростовской области. С приходом батюшки, отца Николая, храм. Наш храм преобразился. Как и внешний вид его, так и внутренний. И очень много молодежи стало ходить в храм. Очень много-много детей стало приходить, причащаться, исповедоваться. Люди потянулись и даже из села, из городов к нам сюда приезжают. И у нас здесь открыта посвятительская работа, духовная работа, организованы всякие кружки, группы МЧС. И постоянно концерты у нас православные проходят, дети танцами, музыкой занимаются. И у нас постоянно кипит работа. Мы не устаем, мы все время в работе, в работе. Все время у нас очень насыщенная и интересная жизнь благодаря отцу Николая. С приходом нашего батюшки наш храм был поднят из руин. Мы все трудились, все ему помогали. И благодаря его молитвам и нашими молитвами наш храм возродился до таких высот. Спасибо Господи и благослови его на многое и благое лето. Такой великий праздник Николая Чудотворца. Мы хотим поблагодарить нашего батюшку за то, что он много делает для нашего села, для наших деток. У нас очень все преобразилось, храм засверкал. Ну, в такой великий праздник всех поздравляю, всех прихожан, всех односельчан и всех людей с большим праздником. Здоровья, благополучия и долгих лет жизни всем. В отношении нашего батюшки хочу сказать, что действительно, вот у него была такая дата круглая. И это тот рубеж, когда начинаешь понимать, что-то сделано. Какой-то там пути пройден. Ну, вот, зная и понимая его желание работать и трудиться дальше, еще отчетливо понимаешь, как много еще нужно сделать. Мы стараемся быть вместе. Все наши начинания, все любые мероприятия, которые проводят на территории нашего поселения, они начинаются с благословения батюшки, с общей молитвы. Ну, и прихожане это как бы видят, объединяются. И я желаю, чтобы как можно дольше отец Николай служил на благо сельчан, к Голенику, потому что рубежи определены, цели ясны. Дай им Бог силы в реализации всего того, что намечено. Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо.